всем привет дорогие друзья весьма необычный вопрос задали на ю тубе подписчики мне бы хотелось бы о нем поговорить потому что тема довольно насущная вот интересная но не столь просто решаемая как иногда кажется зачитаю вопрос связано связан вопрос с духами с нечистыми духами в народе называют демоны да ну и естественно сам по себе вопрос моего немножко разберем вот думаю для всех будет доступно и полезно не просто понятно а полезно прослушать потому что мы все на самом деле находимся в таком положении вот у кого-то эти качества проявлены меньшей степени у кого-то в большей степени но так или иначе мы все находимся под воздействием энергии калиюги то есть эпохи в которой мы живем и естественно у нас в роду и сами мы частенько грешим грехи нас частенько донимают вот зачитываю виталий вы говорите что нет никаких проблем избавиться от злого духа и защите защититься от них легко и прогонять их легко для вас прошу помочь мне избавить меня от парочки злых духов они долгие месяцы и годы меня доканывают один из них орет целыми днями говорит не затыкаясь 24 часа в сутки достали страшно сделать ничего не могу с ними никакие испробованные мною средства не помогают никакие даже увидеть их не могу думаю для вас это не составит труда подпись юля друзья мои во первых давайте сразу с самого начала так прошу помочь мне избавить меня от парочки злых духов в учении в традиции индуизма и в ведических знаниях бывают состояния когда человек душа подвергается воздействию нечистых духов но также присутствует объяснение и понимание почему это так происходит когда происходит давление со стороны астральных миров низших миров со стороны нечистых духов это говорит о том что у человека очень довольно много накоплено не чисто неблагоприятной кармы то есть такой такой человек сам по себе весьма греховен и традиции индуизма нет такого термина и понимания как изгнание нечистых духов бесов и так далее просто нету во первых это встречается очень редко потому что традиция очень мощная и подобные ситуации встречаются крайне редко и вы сами можете столкнуться ну или когда как вот когда вот съездим да вы обратите внимание что принципе такие вопросы вообще не задаются там нет такого понимания подселения злого духа и так далее то есть магия там действительно существует и она очень интересная очень необычная но то что то как у нас это все происходит и да и это какая-то не знаю как это объяснить это какое-то свое своеобразное состояние которого которая в традиции индуизма в принципе не на не 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 наблюдается я потом объясню возможно как-нибудь в следующем видео причины вот поэтому избавлять напрямую людей от злых духов во первых я не умею во вторых в традиции этого не существует в третьих но на это нигде не указывается что это нужно делать почему потому что когда подобное подобным образом оказываешь воздействие на злых духов а вот важно понимать что вам придется отрабатывать ту карму которую человек создал сам если он не получит воздаяние вот соответственно нам если мы поможем да вот избавиться от злого духа придется нести ну или отрабатывать его карму на себе и этот процесс он всегда работает потому что наказание которое прилетает нам по по закону кармы она прилетает не просто так прилетает потому что где-то что-то мы не доработали где-то что-то недоочищали в себе где-то согрешили где-то сглупили понимаете и так далее где-то всегда есть причина и чаще всего это грех то есть совершенное греховное деяние из-за которого у нас проявляется связь с духами нижних миров вот я сталкивался с подобными ситуациями поделюсь сегодня также этими знаниями вот причем духе демонические существа они могут воплощаться у нас на планете как бы у нас не самый высокий уровень нашей планете в структуре вселенной да и демонические существа прямо из нижних миров могут воплощаться на нашей планете почему происходит потому что люди на планете грешат по сути по сути они своими собственными грехами открывают врата через которые воплощаются демоны но эти демоны они душой все равно находятся в водах то есть я сталкивался с такими людьми но я сталкивался но я могу рассказать на примете своего бывшего духовного учителя которому я попал в силу глупости духовный учитель и этот духовный наставник вот и что самое интересное вроде как они выглядят как представители традиционного индуизма да то есть они всячески старались там одеться в оранжевые одежды там вот всячески стремились быть причастными к традиции да но это было внешне душ душу и одного и другого я видел как обладающие качествами демонические существа есть их астральные тела выглядели как демонические существа именно поэтому у них ваш ромах были постоянно там самоубийство какие-то проблемы кражи воровство какие-то преступления ученики сбегали убегали в общем там там нет наверное ни одного ученика который был бы с самого начала то есть текучка просто ужасно вот люди не задерживаются вообще не задерживаться почему потому что они чувствуют что энергия вообще не благостная не святая не чистая да то есть не ведическая а демоническая она так действительно чувствуется вот и когда смотришь на такие души то есть но это я для примеров и рассказываю когда смотришь на такие души ты понимаешь что да вроде бы как бы это это личность существует на планете но душа его в аду и не поверите вот буквальном смысле человек стоит напротив вас там допустим на расстоянии там 3-4 метра но энергия у него но его душа его дух находятся в адском мире это страшно это действительно страшно это можно видеть духовным зрением поэтому в этом плане как бы у меня опыт есть и не все так просто как у нас как нам иногда преподносится это в традиции христианства помним да эту историю когда он там изгнал из человека бесов вот как и они же потом отправились в этот стадо свиней иисус изгнал по просьбе да то есть сам по себе вот этот вот символ он указывает на на то что это возможно в теории да это возможно но опять таки все зависит от того какие это духи если это демонические существа то кроме как практики очищения их невозможно исправить да то есть невозможно от них оторваться если не сам не не выполнять техники очищения вот любое любое любая помощь она все равно впоследствии выполнить так называемый откат и человек опять вернется в свое состояние почему это не полезно потому что человек не получая воздаяния за свои грехи не понимает урок не проходит этот урок поэтому в традиции индуизма не принято помогать таким образом есть очень хорошее высказывание лао цзы я уже приводил его качестве примера так вот он когда к нему пришли они помню там какая-то легенда такая в общем я очень кратко передам да пришли голодные лао цзы учитель отказал они просили еды а он отказал говорит я вам не дам есть вот и они обиделись и тогда лао цзы своим ученикам преподал урок он он сначала прогнал этих голодных вот а потом взял своих учеников взял удочки вот и когда они догнали этих своих этих голодных людей да вот он сказал что людям не полезно давать еду полезно научить их ловить рыбу чтобы они могли сами себе сами о себе позаботиться и сами себя прокормить и в этом смысле именно таким образом работает традиция индуизма то есть в своих видео я стараюсь донести каким образом очистить карму очистить судьбу чтобы не попадать под влияние демонических существ чтобы они не испытывать какие-то ненужные страдания которые валятся очень часто на нас практически со всех возможных сторон на нашу судьбу на наше окружение и так далее вот и индуизм он помогает научить ловить рыбу чтобы мы могли каждый день ловить рыбу и не быть голодными но толку от того что мы научим сейчас ой или накормим сейчас людей а завтра они будут опять голодные опять будут просить еду этот эффект намного более мелкий и подобным образом работает традиция христианства да то есть они как бы кормят единократно но на второй день человек будет голодный почему потому что карма не очищена традиции индуизма дается удочка говорят вот там ловится рыба вот так ее можно поймать иди лови будешь будешь сытым здесь речь идет о воздействии духовных энергий исправление каких-то внутренних карм вот и всего того что может нас тревожить на в нашей жизни поэтому естественно в своей жизни во первых я не занимаюсь изгнанием духов демонов и так далее да я могу это видеть с помощью духовного зрения и духов очень часто очень много поэтому я заблаговременно уже неоднократно объяснял что с этими трудностями можно справиться самое главное знание знание которое говорит о том что да с этим можно справиться чтобы человек действительно поверил что это возможно и начал над собой работать вот само по себе воздействие злых духов это наличие неблагоприятной кармы но это не самое главное самое главное то что такие люди находятся в скажем так обедненном состоянии своих благих качеств то есть они очень ленивые они весьма горделивые собой то есть там гордыня просто раздутая как не знаю что вот они тяжелые на подъем они завистливые они своенравные вот понимаете у таких людей то есть такими людьми вообще очень тяжело работать мало того что у них проблема с воздействием злых духов это мало этого у них на самом деле еще куча негативных качеств и на самом деле из этих негативных качеств они не могут даже сами себе помочь хотя ответ он на самом деле есть всегда чаще всего просто нужно оглянуться и мы увидим ответ в окружающем мире вселенная всегда посылает знания подсказывает каким-то образом и так далее то есть надо уметь читать знаки и надо смотреть на ту информацию которая нам приходит фильтровать ее естественно не покупаться на все подряд иметь надо мудрость вот вот и таким образом как бы действительно можно исправить так вот а то что вы пишете что один из них орет целыми днями то есть как раз связь с нижними мирами и эту связь эта связь она проходит через астральное тело которое есть у каждого из нас кто-то это астральное тело осознает кто-то не осознает вот это вопрос другой но юга и традиция индуизма начитывание мантр практики которые даются в традиции индуизма они эти практики позволяют очистить эти кармы в астральном теле уменьшить или стереть их полностью при этом не доводя себя до состояния когда начнет проявляться та или иная накопленная наш нами греховная карма и эта карма может создать даже очень неблагоприятную жизнь в теле там животного злого духа какого и так далее ну то есть грехи ж у нас у всех разные а вот йога позволяет очистить те кармы которые должны были бы проявиться в следующей жизни в течение одной жизни и в этом плюс точно так же как и мантра йога я сталкивался с людьми которые находились под воздействием духов ну то есть бесноваты вот но в моем случае самым наверное ярким состоянием но я уже раз упомянул наверное давайте оттуда же возьмем пример вот когда я попал в одну ныне запрещенную организацию вот ну я провел там достаточно большое количество времени и последний год из-за того что я начал заниматься перестал слушать своего бывшего аля духовного учителя да начал заниматься тем теми практиками которые были в традиционном индуизме у меня пошли весьма интересные качества и состояния начали проявляться эти качества эти знания позволили мне видеть духовный мир и я видел состояние тех людей которые меня окружали на то время тогда вот и в том в той школе йоги вот я сталкивался с ситуациями когда люди были в действительности одержимыми вот почему почему это так происходит потому что знания которые давались они несут очень тонкую энергию тех учителей которые возглавляли эту организацию вот и пропитывая наши умы мы по сути становились подвержены воздействию этих ложных энергий ложных демонических сил вот и как результат один из таких людей который находился под очень сильным давлением да это был там был один товарищ его звали йога раджа да он впоследствии совершил самоубийство вот то есть он не выдержал давление со стороны управляющей и бывшего учителя и сорвался вот в духовном мире было видно что его ум в буквальном смысле находится в поврежденном состоянии потому что он был полностью пропитан чужими идеями чужими умонастроениями ложными взглядами ложным учением и так далее вот плюс его какие-то качества в результате случилась такая трагедия были еще другие были весьма талантливые ученики не ученики не ученики а ученица была да ну она вроде как сейчас есть вот ее звали она надолила не знаю как она сейчас там где она чего но не хочу знать вот я просматривал астральное тело и вы знаете там довольно мощный потенциал был с позиции с позиции духовной практики но что самое интересное она его не смогла реализовать и не смогла реализовать из-за того что находилась под воздействием нечистых энергий тех знаний тех наставлений которые давали в той организации в которой я пребывал да то есть там во первых подобным образом осуществлялся контроль во вторых эти энергии эти наставления выглядели как определенного рода одержимость другая форма одержимости также я наблюдал когда общался с одной послушницей ее звали Людмила Пугач вот внутри нее я видел энергию демоническую энергию в буквальном смысле как беснующийся дух из коричневых энергий собственно эта энергия очень часто виделась в том месте где я был вот в состоянии медитации эта энергия была духовного наставника да то есть он у него в большей степени преобладают кармы голодного духа ну и он сам по сути так выглядел вот он и на вид такой знаете и жизнь у него такая какая-то он вообще такой какой-то такой не знаю что в нем нашел этот бывший а-ля духовный учитель вот но так или иначе некоторые ученики и некоторые послушники и послушницы находились под воздействием да там за учеников шла битва в буквальном смысле и каждый из них хотел на свою сторону переманить учеников так вот были ученики и ученицы за которых в буквальном смысле бывший духовный наставник боролся посредством своей медитации посредством своей концентрации да и люди находились в действительности и одержимом состоянии я видел внутри них злых духов таких было немного вот но двоих я видел точно вот одна из них это Людмила Пугач вот как я уже сказал и она я не знаю опять таки не очень слежу за судьбой этих людей вот на то время она действительно находилась в очень печальном состоянии вот то есть она в принципе не контролировала ни свою жизнь ни свою судьбу как собственно она долила вот как собственно и тот же самоубийца который там да просто его накрывало вот он не контролировал ну я не буду это как бы рассказывать там этим занималась и полиция они этим должны заниматься я вот так поверхностно пробегусь так вот и в том и в другом случае было воздействие нечистых духов нечистых знаний вот и самих по себе людей которые используют учение йоги во зло да то есть они целенаправленно подавляли уничтожали души силу воли в других людях вот естественно карма к ним развернулась другой стороной вот данная организация закрыта их разогнали я же соответственно ушел за еще лет за десять до этого но там я наблюдал вот такие вот как бы сказать такие ситуации в очень проявленном и откровенном виде да то есть в любом случае с духами демонов сталкивался и позже но там это было очень откровенно и очень заметно то есть люди в буквальном смысле менялись они становились совершенно другими они не контролировались свои взгляды свои мысли свое поведение вот это было конечно очень жестко очень жестко вот но опять таки люди приходят уходят и конечно же все чувствуют все чувствуют что там делать нечего это было да и как точно так же как и я сбежал в свое время из этой шарашкиной конторы вот из-за того что это было вот но это понимаете как бы для меня это тоже своего рода опыт вот да негативный опыт но я на этом опыте смог рассказать очень много примеров для того чтобы подписчики не ошибались на своем духовном пути вот потому что вот ваш вопрос который вы задали он то ведь на самом деле очень часто встречается в людях вот и исправить эту ситуацию можно только лишь благодаря практике самого человека то есть вам предлагается неоднократно удочка и вам говорят вот там вот можно рыбу наловить вы не будете голодными вот но человек по своей природе он не хочет удочку ему не надо это удочка он хочет прямо сейчас чтобы его накормили требует там помогите решите в мои вопросы это невозможно ну как бы это возможно но в этом нет смысла то есть в это в этом случае тогда должен буду я нести за вас ответственность за те ваши грехи которые вы совершили из-за которых вас эти духи преследуют вот но учение йоги не учит подобному состраданию вот это не тот путь который помогает в действительности но благодаря знаниям можно в действительности очистить свое астральное тело и прекратить связь с этими духами вы сами можете от этого избавиться да это будет на это потребуется может быть год два три пять десять вот за подобную деятельность я вообще не берусь потому что я сталкивался с такими людьми они еще раз хочу сказать они очень ленивые они очень они любят поныть это просто страшные нытики они во всем видят жалость к себе они требуют в буквальном смысле чтобы их жалели все подряд они не хотят ничего делать и в буквальном смысле если пытаешься кому-то помочь и говоришь ты должен начать работать над своим телом ты ничего не сможешь сделать со своим умом потому что твое тело ну мягко говоря дохлое ты у тебя слабая физическая форма у тебя жуткая отдышка у тебя куча заболеваний ты вообще ничего не можешь ты не то что там у тебя тело в негодном состоянии тем более ты ум не сможешь свой да и ты я например да вот всегда советую начинайте с йоги начинайте с йоги так представляете были такие ситуации точнее была одна ситуация после которой я понял что я больше такими вопросами заниматься не буду для меня это такие такой показательный пример и часть люди ну не часто обращаются но обращаются я отказываю я отказываю потому что ну я говорю что есть врачи есть священники они этим должны заниматься я этим заниматься не буду потому что я однажды столкнулся и да я просто ну я я устал устал от того что человек просто не слышит ему даются советы а он из раза в раз вот и хорошо только что спустя год друзья мои спустя год этот человек начал заниматься йогой и действительно через месяц два-три уже пошли хорошие восстановительные процессы появилась какая-то стабильность какая-то уверенность какая-то знаете какая-то харизма в характере начала проявляться а до этого человек просто вот мыло мыло мыльное вообще ну ни о чем просто ни о чем то есть ни смыслов жизни ни характера ни цели как-то ни силы воли вообще ничего понимаете и приходится из таких учеников как из глины лепить человека заново но вообще-то это как бы этим должны заниматься родители учителя в школе преподавателю в универе а не я и никогда человеку там уже там двадцать пять тридцать тридцать пять там под сорок лет да и уже там семьи уже детей несколько да я теперь должен с самого начала практически лепить характер человека то есть мне то это надо нет как бы это человеку самому надо это он должен сам в себе воспитать эти качества и так далее то есть тема изначально изначально не для йоги вот эти вопросы действительно решаются я приводил не раз примеры записывал видео относительно столкновений с нечистыми духами да они бывают они бывают очень часто и самыми слабыми местами в нас являются наши умы это раз и наш мир сновидений да то есть те сны в которых мы спим ночью если мы эти два две составляющие самих себя не обезопасили да то есть если мы для ума не читаем мантру ему ум становится частенько пребывает не чистом состоянии вот а ночью мы не выполняем йогу сновидений то мы так или иначе будем подвержены воздействию всевозможных духов демонических существ и так далее вот а если мы еще духовные практики слабенькие то это однозначно мы будем мягко говоря еду и для духов вот ну как то так вот возможно немножко грубовато но я своими словами чтобы попонятнее было потому что да с этим с этим довольно многие сталкиваются но это можно решить благодаря личной практике поэтому надо выстраивать личную практику нужно идти в фитнес-центр нужно искать инструкторов йоги начинать заниматься хатхой ехать в индию получать благословения начитывать мантры и так далее и так далее то есть надо начинать духовный путь причем обратите внимание я вот подчеркну такой элемент который который присутствует во всех вот таких вот людях они не хотят вести духовную практику они хотят прийти чтобы мы допустим или я в данном случае помог изгнал какую-то какую-то сущность закрыл какой-то доступ этой нечистой сущности к ее астральному телу или его астральному телу вот но при этом никто не хочет ничего делать вообще не хотят ничего делать то есть это такое диванные войны и конечно же таким людям ну обычно бессмысленно помогать то толку не будет вообще не будет то есть если он сам себе не хочет помогать, то и мы даже если поможем, то это будет временная помощь, если все равно человек скатится опять к своему этому же состоянию. Поэтому, ну, йога, она вот такая. Это, сомневаюсь, что это можно назвать отсутствием сострадания и определенным цинизмом. Нет, ни в коем случае. Я бы назвал это мудрость. Мудрость, потому что действительно людям нужно давать не еду, а удочку. И у людей надо учить ловить рыбу. Под удочкой и под едой подразумеваются духовные знания. Духовные знания, которые можно использовать, с помощью которых можно развиваться. До новых встреч!